Доброе утро! Миша нас везет. То есть всех везет на работу, а меня в Киев. Я еду на автовокзал. Чем будешь заниматься, Миша, на работе? Сейчас всех отвезу на работу, кого в садик. Я люблю на автобус киевский. Да, на автовокзал. А на работе будем заниматься работой. А что за работа сегодня у тебя? Посмотрим, найдем что-нибудь. А ты студентов-то возишь? А ты студентов возишь? Миша водителем работает в заповеднике. С 3-го числа приезжают студенты. Будем возить их по экскурсиям и по всяким разным местам. Практику проходить, да. Миша, а какие студенты? Географы? Биологи. А, биологи, да, в этом году заезжают первые? Понятно. Вот такие дела, такая работа. Будет весело! Будет весело. И вот Василий Леонович едет на работу. Да. Едем, едем на работу. Работать, работать, еще раз работать. Василий Леонович, чем вы будете заниматься? Что-то я сегодня тебе так официально. Ну, о чем я буду заниматься? Буду заниматься строением графиков. В зависимости. От кого? В зависимости плавучести семян аморфы кустовой от температуры воды, в которой она находится. Эксперимент проведен, данные записаны. Вот жалко, Вася, я бы если не уезжала. А чтоб я сидел бы и убирал бы на компьютере в банду дали. А, да? А я думала, опыты буду проводить с тобой. Опыт проводился на протяжении двух месяцев уже. Данные записаны. Их надо просто свести и обработать, и построить. Их, какой-нибудь бы опыт с тобой снять. Опыт там простой. В бутылке стоит вода, в воде плавают плодики этого растения. И вот смотришь, в температуре, при условиях комнатной температуры, они каждый день по 10 штук падают из стадо семян, ну, там, образно говоря. А еще снег лежал, а там падает. Вообще за 5 дней один падает. Вот, и все. А ты записываешь, записываешь, записываешь это все. В журнал записал. А потом в таблицу экселевскую ввел эти данные. И построил графики. Показал, что в зависимости от того, какая температура воды, по-разному наблюдается плавучесть плодов этих. Ну что, аморфа очень сильно распространяется по веневыми. Талыми, как на русском, по веневе. Талых? Не, ну, по веневе. По веневе, наверное, на русском тоже. Когда вода весной поднимается. Ну да. И потом прогревается, и вот этот процесс идет по-разному. Надо показать вот эту вот зависимость. Что в данное время оно быстрее тонет. А быстрее тонет, значит, ближе разносится. А ближе разносится, значит, не так интенсивно распространяется водой. Вот такая логика. И нужда в этом эксперименте. Сыном этот эксперимент заложили. Старас. И вот идут красуни на работу. Доброе утро. Юля, без телефона, без мультиков. Юля, Юль, ты, Юль, ты в садик идешь на работу? О, 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 игры. Мультики свои. И вот Галя. Галя, привет. Все, дверь закрыла? Да. Все. Привет сказал ты? Да, сказал. Давайте, едем на работу. Вот и автовокзал. Посмотрите, как расцвели буквально за несколько дней ирисы. Когда сюда приезжала, я вам показывала. Они еще в бутончиках были. Вот и автовокзал. И вот стоит мой уже автобус. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так жизнь устроена Одни уходят от нас Другие рождаются Все цветет, все буйствует Сегодня сейчас поедем мы к Тане в село Побудем в селе, а завтра с утра поедем уже к Ларисе Если будет возможность, я вам все это покажу Сегодня погода у нас очень жаркая О, ветер поднялся И если день-два меня не будет, вы не переживайте, потому что, может быть, не будет интернета Ну, у Ларисы может будет, а у Тани в селе точно не будет интернета Поэтому я не знаю, смогу ли я вам видео загружать Поэтому простите меня И до встречи У Тани в селе А дома у меня, посмотрите, какие фиалочки цветут Я их в эпицентре купила Еще не пересаживала Только несколько листочков в воду поставила Чтобы корешочки пустили И начала поливать удобрения для цветения Поэтому они у меня дальше продолжают цвести Я их еще не пересаживала Когда цветет, я пересажу А бывает сразу пересаживаю В зависимости от того, как выглядят фиалки Вот эти фиалочки я купила на выставке Если вы помните И вместе с вами ходила на выставку фиалок И купила отросточек И отсадила еще два отросточка И они у меня начали цвести Вот, смотрите Вот, один Вот, второй Это мини-фиалочка Отсадила я по листику Потому что люди Приходят, ну, мои друзья, знакомые Все просьбили Отдай мне листочек А я уже им готовая растенница дарю С корешками И посажу Когда корни большие будут Пересажу уже в горшочек И буду дарить уже готовое растение Это вы видели Сорт балерина Фиалочку Я тоже ее там омолаживаю Бывает и дарю тоже Вот оно начало цвести Кстати, горшочки Посмотрите, я купила горшочки круглые Я все-таки не удержалась Помните видео, где я снимала и выбирала Круглые или квадратные? Купила квадратные Домой пришла Читала ваши комментарии Хотя я очень хотела эти круглые Но думаю, не буду Потому что уже некуда ставить Эти горшки У меня уже скоро целая коллекция этих горшков будет И вот думаю, ну не буду брать Но потом думаю, нет Я все-таки хочу Я почти ночью тоже думала Думаю, нет, надо все-таки А потом почитала ваши комментарии Вы говорите, что Да, круглые тоже надо было купить Нам тоже понравились Круглые тоже Ну и что? Я пошла, не выдержала На следующий день купила круглые тоже Вот так что У меня круглые горшочки Тоже уже есть Вот Эти и эти Ой, ветер Так что посмотрите Какие красавицы У меня фиалочки Эти как колокольчики Такие синенькие Скоро они пышно зацветут Потому что все-таки Это отросточка Они у меня начали Цветочки Пускай скоро пышненько зацветут Я вам тогда покажу А эти Когда купила Вот это последнее Одна единственная была Оставалась розочка такая Она не очень такая Я вам показывала, по-моему, да А сейчас уже больше Оно цветков у меня пустило Посмотрите Потому что я поливаю Все время С удобрением Фиалочки очень любят Подкормки Удобрения они Очень-очень любят Здесь у меня Лягушечка сидит Седом у моргана А здесь у меня Червячок Вот такой Вот так Такая красота Красота спасет мир Одно осталось ясно Что мир устроен грозно И прекрасно Спокойней там, где есть цветы Спокойней там, где есть цветы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok